Здравствуйте, друзья! Функция NewTextObject создает на сцене текст, как вы догадались. Вызвать эту функцию можно двумя способами. Написать в редакторе коды и найти в подсказках сниппета готовый шаблон. Это первый способ. Второй способ. Вы можете вызвать окно библиотеки, горячие клавиши F3, либо вот этот значок, и в базовых объектах найти текст. Давайте зададим имя этому тексту. Просто назовем его тексту, чтобы к нему как-то можно было обращаться и его отрисовать на сцене. И давайте отрисуем его командой draw. Как мы видим, сейчас текст неопределен. То есть это значит, что его нет, он не заполнен. Но если здесь уже появится пробел, то уже есть пробел. Пробел мы не видим, но тем самым текст уже какой-то существует. Теперь здесь можно написать какую-то знакомую нам надпись, стандартную. И это будет текст в игре. Это может быть какая-то переменная, отображение очков. Тогда в кавычках не надо. Указывается просто число, и будет просто число. Итак, какие свойства у этого объекта есть? У текста объекта очень много свойств. Переходим на следующую строку, правая кнопка мышки, свойства объекта. У него здесь целый раздел. Но мне больше всего важен один раздел, это фонд, то есть шрифт. Остальные, я думаю, вам понятно. Вызываем фонд и, обратите внимание, мы можем задать шрифт. По умолчанию он какой-то есть. То есть его указывать не надо. Но если вы хотите изменить, его нужно указать. Правая кнопка мышки. Нажимаем и выбираем шрифт. Здесь представлены все шрифты, которые есть именно на вашем компьютере. На каждом компьютере они индивидуальны и разные. Здесь набор шрифтов. Давайте, например, вот этот, чтобы мы видели, что есть у нас какой-то результат. Повторюсь, у вас этого шрифта может не быть, у вас, возможно, другие какие-то шрифты. Все зависит от компьютера. Теперь нам бы хотелось загрузить сюда свой собственный шрифт. Можно ли это сделать? Да, конечно, можно. Давайте файлы проекта прокинем шрифт. Открываем папку на компе с нашим проектом. И у меня есть уже подготовленный шрифт. У вас он тоже есть. Сейчас я скажу, где он лежит. Итак, я копирую эти файлы, переношу файлы проекта в ресурс. Закидываю сюда. И обратите внимание, что в режиме реального времени этот объект здесь появился. Вы можете взять из базовой библиотеки. Давайте все это дело свернем. Вот здесь фонд. Вот один шрифт для эксперимента. Далее вы можете найти полно ресурсов в интернете, где по большей части очень много бесплатных шрифтов. Либо стоят они 2-3 доллара, не более того. Поэтому найти какую-то графику, какие-то шрифты в интернете сейчас не составляет никакого труда. У нас в проектах появился шрифт. Теперь нужно его сюда добавить. Давайте создадим новый файл. Это будет… назовем его просто фонд. И это будет тип файла CSS, потому что это именной стиль. Теперь открываем этот CSS-файл и все очень просто. Хватаемся левой кнопкой мышки за шрифт и перетаскиваем на CSS-файл. У нас сформировался сразу код. По технологии drag-and-drop, конечно же. Здесь у нас есть имя. Вы можете написать любое. Это то имя, где мы писали Arial, либо New Times Roman. А это, например, My Font называется. И путь к этому шрифту. Пока работает только WoW-2 формат. В будущем, возможно, будут работать и другие. Следите за обновлением. Нажимаем Ctrl-S, обновляем. И переходим в редактор кода вот сюда. И мы видим, что у нас пока ничего не произошло, потому что мы еще не задали шрифт. Давайте его здесь зададим с вами. Назывался он My Font. Вот так. Обратите внимание, что у нас сразу шрифт появился. Если по каким-то причинам у вас этот шрифт, в данном случае, который вы прокинули, не появился, закройте IDE и откройте ее заново. То есть не IDE, а именно запуск. Запуск окна рендера. Потому что именно от того, что мы ввели стили, стили могут не успеть прогрузиться к проекту. То есть файл JavaScript обновляется, а стили, они изначально включились и динамически могут не меняться. Ничего страшного в этом нет. Закрыли окно рендера, открыли заново. Ваш шрифт обновился. Ну что ж, на этом я завершаю этот урок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Арктичкин, основатель образовательного портала multirockey.ru и разработчик игрового движка PointJS. До встречи в новых видеоуроках. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok